В предыдущей программе «Сегодня с Богом» мы познакомились с необыкновенным человеком по имени Иоанн. Мы увидели крещение Иисуса и познакомились с первыми учениками Господа. Иисус глубоко касался сердец людей своей силой. Может быть, пришло время и вам ощутить это прикосновение сегодня с Богом. На все жизненные вопросы есть ответы. У всех жизненных проблем есть решение. Вы можете обрести мир и надежду на будущее, имея общение с Богом. В нашей программе отражены реальные события и реальные люди из Библии. Ведущий программы «Рэнди Вайс» приглашает вас присоединиться к путешествию по вере. Сегодня с Богом! Сегодня с Богом! Мы приглашаем вас на иудейскую свадебную церемонию в Канне, небольшой деревне неподалеку от Галилейского моря. Вы увидите первое чудо, которое Иисус совершил публично. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему... Вина у них нет. Что? Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. Теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Когда же распорядитель ответил, водой, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему... Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам Кани Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, в сам и матери его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Как знают многие из вас, эта программа является частью цикла, посвященного изучению Евангелия от Матфея, Книги Деяний Апостолов и Евангелию от Иоанна. Этот цикл программ известен под названием «Сегодня с Богом». Мы надеемся, что каждый телезритель узнает истинную историю жизни Иисуса. Поэтому мы показываем вам достоверное свидетельство авторов Нового Завета, согласно их рассказу о происходящих событиях. Эта часть Евангелия, известная под названием «Очищение храма», одно из наиболее драматических событий в жизни Христа. Кроме того, это одно из тех немногих событий, о которых идет речь во всех четырех Евангелиях. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, Возьмите это отсюда! И дома отца моего не делайте домом торговли! Присем ученики его вспомнили, что написано, «Бревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его!» «И ты в три дня воздвигнешь его!» «Сей храм строился 46 лет!» А он говорил о храме тела своего. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Через несколько минут мы дадим краткое объяснение этого необычного события, а потом вы станете свидетелем одного из самых известных чудес, описанных в Библии, «Сегодня с Богом». Каждый год иудейский народ отмечал праздник Пасхи. Таким образом, каждое поколение обучало своих потомков о чудесах исхода из Египта. Бог хотел, чтобы его народ помнил о том, как раступилось Красное море, и как он вывел детей Израиля из рабства. Это одна из величайших историй искупления, и празднование этого библейского события привлекало в храм массу паломников со всей Римской империи. Если вы видели предыдущую программу, вы вспомните, что Пасхальный Агнец стал символом искупления. Само имя Иисус буквально означает «спасение», и становится ясно, что Иисус пришел, чтобы освободить людей. Иудейские верующие ранней церкви понимали цель жизни и характер Иисуса. Они быстро заметили очевидную связь между Пасхальным Агнцем и Агнцем Божьим. Однако в предыдущей сцене мы увидели, что Иисус зашел в храм скорее как лев, чем как ягненок. Он был возмущен поведением продавцов, которые заполнили двор храма. Это было место предназначено для хвалы и молитвы, а не для продажи скота и обмена денег. Вот почему Иисус закричал «Возьмите это отсюда!» Здесь этому было не место. Тем не менее, исторический контекст открывает нам, что менялы осуществляли насущную необходимость. Деньги, которые приносили с собой паломники из дальних уголков империи, были римскими монетами с изображением Цезаря. Его превозносили как римского бога. И поэтому монеты считались нечистыми. Менялы обменивали языческие монеты на деньги храма, чтобы паломники смогли купить жертвенных животных. Их услуги были необходимы, но ситуация вышла из-под контроля. Точно так же и продавцы животных для жертвоприношения делали свою работу в соответствии с требованиями Библии. Только незапятнанные животные могли использоваться в качестве жертвы искупления. А паломники не могли привезти своих животных через всю империю в храм, не испачкав их. Тяжелое путешествие по пустыне и горам не способствовало тому, чтобы быки, овцы и козлы оставались незапятнанными. Поэтому Моисей учил иудеев покупать животных в Иерусалиме, если им предстояло долгое путешествие. Конечно же, Иисус понимал все это, но его возмущало то, что торговля в Божьем храме имело большее значение, чем духовные цели паломников. Может быть, так Иисус отреагировал и на намерения торговцев, которые, возможно, наживались на паломниках. А теперь я хочу, чтобы вы услышали, наверное, самые известные слова из Библии. Если вы поймете, что хотел сказать Иисус, вы обретете вечную жизнь сегодня с Богом. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему, «Равви, мы знаем, что Ты – учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог». Истинно, истинно говорю тебе, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Истинно, истинно говорю тебе. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Как это может быть? Ты учитель Израилев. И этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете, если я сказал вам о земном, и вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сына Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела Его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Многие простые люди любили Иисуса. И теперь нам ясно, что некоторые религиозные лидеры, такие как Никодим, тоже верили Ему. Иисус был ярким примером праведности. Массы паломников приходили в столицу Израиля, чтобы прославить Бога. Узнав о чудесах Иисуса, тысячи людей собирались, чтобы увидеть, что Он еще сделает. Оставайтесь с нами и узнаете, что было дальше. После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал. Вот он крестит, и все идут к нему. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерую дает Бог Духа». Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Когда же узнал Иисуса, дошедшим до фарисеев, слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Удивительные слова и деяния Иисуса остаются уникальными в истории человечества. Он совершил множество чудес, как и Его Отец, Создатель мира. Как объяснялось в первом сюжете, Иисус был с Богом от самого начала. Он – Слово, ставшее плотью. Я знаю, что эту концепцию трудно осознать, но если вы попросите Господа помочь вам, Он поможет вам ее понять. Да, Иисус был пророком, но Он был и больше, чем пророк. Он единый и единственный Сын Божий. Он стал плотью и жил среди нас. Как человек, Иисус принимал участие во многих религиозных ритуалах, как и другие религиозные мужи Его эпохи. Однако мы видели проявление гнева Господа и Его негодование, когда религиозные деяния перевешивали истинное духовное служение сердца. Богу не угодны надменные религиозные жесты. Он требует от нас чистой веры и смиренного послушания. Надеюсь, вы помните удивительные чудеса Иисуса. Они вызвали обожание народа, а также привлекли внимание религиозных лидеров. Иисус хотел, чтобы все знали о пришествии Царства Божьего. Вы хотите войти в это Царство? Иисус объяснил, в чем состоит требование. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Вы хотите принять Его слова? Он сказал, что вы должны быть рождены свыше. Религиозному учителю, который пришел ночью к Иисусу, было трудно понять, что он имел в виду. А вы понимаете Его слова? Послушайте их еще раз. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. Это не просто слова. Они были сказаны не для того, чтобы запутать вас. Это слова жизни. Вы верите в это? Вы хотите быть рождены свыше? Вы хотите приобрести мир с Богом и вечную жизнь? Тогда вы должны уверовать в Сына Божьего. Иисус любит вас, и Он хочет приблизить вас к Себе. Он будет вашим другом, который станет вам ближе брата. Он никогда не оставит и не покинет вас. Вы можете помолиться прямо сейчас, где бы вы ни находились. И Он простит ваши грехи и даст вам новую жизнь, которую может получить каждый человек, придя к Нему по вере. Если хотите, просто повторите слова молитвы. Повторяйте за мной, и если вы будете молиться с верой, Бог услышит вас и примет и даст вам новую жизнь во Христе. Иисус, прости мои грехи. Я знаю, что поступал неправильно. Я знаю, что нарушал твои заповеди и нуждаюсь в прощении. Я хочу иметь вечную жизнь и хочу, чтобы ты, Господь, принял меня. Я верю, что ты пришел, чтобы освободить меня от греха. Я верю, что ты страдал на кресте, чтобы побороть грех. Я верю, что ты умер и воскрес из мертвых, чтобы искупить мое спасение и получить окончательную победу над смертью. Я не очень хорошо понимаю, что такое жизнь христианина, но я понимаю, что ты мне нужен и что ты любишь меня. Спасибо за то, что ты принимаешь меня. Я хочу получить рождение свыше. Помоги мне расти в вере и жить правильно. Помоги мне поступать так, как угодно в твоих глазах, Господь. Очисти меня. Прости меня. Восстанови меня. Подари мне новую жизнь в Иисусе. Помоги мне делиться своей новой жизнью и знаниями об этой новой вере с другими, чтобы они тоже приходили к вере в Господа Иисуса. Я буду славить тебя и доверяю тебе все дни моей жизни. Спасибо тебе, Господь. Если вы произнесли эту молитву, вы можете сообщить мне о вашем решении следовать за Христом, а ставив сообщение на нашем веб-сайте www.todavidgod.org Я надеюсь, что вы посмотрите следующую программу и узнаете больше о Библии и о новой жизни, которую вы можете получить сегодня с Богом. Надеюсь, вам понравилась наша программа цикла «Сегодня с Богом» по Евангелию от Иоанна. Цикл программ по Евангелию от Матфея и Деяниям апостолов вы посмотрите в наших следующих 36 передачах. Эти сюжеты дублированы на многих языках, но миллионы людей еще не слышали о любви Иисуса. Вы можете помочь нам рассказать им об этом. Молитесь о том, чтобы и вам принять участие в жатве. Эта серия снята на деньги, предоставленные Центром Благодать Славы. Члены этого Центра верят, что Иисус наш Господь. Если ваша Церковь имеет желание стать спонсором съемки следующего сюжета или перевести цикл наших программ для стран, которые еще не пережили прикосновение Евангелия, молитесь о том, чтобы стать нашими партнерами по вере. Вы можете заказать DVD с циклом программ и узнать больше о любви Иисуса, посетив нашу страницу в сети интернет. www.todaywithgod.org До новых встреч! Пусть ваша жизнь будет благословенной. Сегодня с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok